Не, мне старая интруха все равно не нравится. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, меня зовут Данила Кашин на своем же канале. Привет, Данила Кашин. Ну, все как обычно происходит. И эта рубрика будет называться «Клипы, которые никогда не выйдут». Как вы поняли, здесь я буду зачитывать сценарии клипов, которые никогда не выйдут, и мы это будем экранизировать анимационно. Наконец-то. Я давно уже хотел снять эту рубрику, года два как, наверное, но только сейчас... Подожди так, получается, клипы вышли. Если это будут рассказы с анимацией, туда поставить музыку, и по сути, вот тебе клип. Разве нет? У нас руки дошли, и возможности сейчас есть. Поэтому надеюсь, это будет очень прикольно, блин. Ну, у меня, по крайней мере, в голове это выглядит прям масштабно. Ну, это только у меня пока что в голове. Поэтому сегодня все на лайте. Я вам сижу, рассказываю, как будто мы сидим вечером за чаем. Знаете, я вам рассказываю историю, которую написал. Это будет все экранизироваться для большей такой, знаете, чтобы ваша фантазия больше разгулялась. Все. И единственное, что я хотел сказать, сценарии, которые я буду зачитывать в этой рубрике, они невероятно сырые. То есть не обращайте внимания на всякие недочеты, какие-то логические косяки. Ну, вы сами понимаете, это просто так. Когда-то написываю сценарий, который дальше никуда не пошел. Поэтому, естественно, какие-то моменты еще я додумывал, когда дописывал сценарий. Ну, вы понимаете. И единственное, что я еще смысл клипов, естественно, объяснять не буду, потому что это, ну... Я просто буду рассказывать историю, хорошо? А вот смысл, не смысл, сами, короче, разберете более... Ну, надо дотянуть многие моменты, чтобы смысл объяснять. И, короче, вы поняли, сову на глобус натягивать не буду. Да давай, все, рассказывай, рассказывай. Поехали. Когда-то давно у меня выходила песня, называлась «Под луной». Вышла она, кстати, в мой день рождения. Я где-то тут записывал. Ну, короче, не помню, года полтора... Нет, примерно, да, три года назад, 6 ноября, в мой день рождения, вышла песня, называется «Под луной». Ее, кстати, я писал очень долго, прям невероятно, года полтора, наверное, перед тем, как выпустить. Ну, не в смысле я все полтора года сидел, ее писал. Ну, короче, понял, очень много времени она заняла. На эту песню хотел я снимать клип, так и не снял, потому что по смете, короче... Он у него охуенный досогласен, я смотрю на него и понимаю, что человек много читает. Прям, ну, прям по нему видно, что человек начитанный в очках еще сидит. То есть, ну, прям видно, видно, видно уровень интеллекта человека. Там очень долго. Часы старые, вот, говорю, вот... Я, кстати, помню раньше, когда был малой, я постоянно искал, даже где-то там, не знаю, в общественных местах, электронные часы. Почему? Потому что я не умел нормально вот по таким часам определять время. Я просто не понимал, как это правильно работает. И даже, когда мне уже понимали, у меня родители, бабушки, там, дедушки, вообще неважно, не единожды пытались объяснить. И я все равно не выкупал. И потом, в один прекрасный день, я осознал. То есть, вот, просто осознал. Не знаю почему, из-за чего. Просто, видимо, вся информация у меня в голове, наконец-таки, вот, обработалась. И я научился вот тому, как определять время по таким часам. Дорого клип, неформатный, не мой. И на тот момент я не уверен был, что я ее реализую так, как нужно. Поэтому осталась всего лишь просто история, которую я буду вам зачитывать. Поехали! В общем, допустим, на дворе у нас век 18-19. Какая-нибудь богатая, царская, не знаю, семья дворянская, да? Бля, это Леди Димитреевская клипа? Сейчас что будет? На своем замке, да, вот примерно вот. Ну, такой же по красоте. Ну, семья из высшего света, так скажем. Семья у нас состоит из младший сын, отец, мать, мать, старшая дочь, старший сын. Ну, допустим, какая-нибудь тетушка, дядюшка, ребенок, еще обязательно ребенок, да, лет 9. Допустим, дочка. У меня собаки опять гавкают будет. Обычно я даю, кстати, каждому персонажу, ну, в сценарии по цифре, знаете, чтобы постоянно не писать. Младшая дочь, младшая дочь. Но, короче, чтобы вас не путать, я буду полностью произносить их название. Главное, это самое, не душните, что я часто это произошло, ну, чтобы вы понимали. И дальше, кстати, все, что будет происходить, никаких аналогий, ребят, с царскими семьями нашей, там, нашей страны, короче, ничего. Просто рандомная история. История, короче, следующая. Семья, да, в ней все неспокойно. Такие, знаете, интриги, измены. Да кто гавкает, блядь? Грязюкая всякая. Это видос, блядь, это видоси? Да, в ней все неспокойно. Такие, знаете, интриги, измены, грязюкая. А, реально? Грязюкая всякая. Для большего представления, вот кто смотрел Острые Козырьки, там, помню, в третьем сезоне была такая царская семья. И вот, помню, целая серия была, и посвящена их тусовкам, да, где у них просто орги какие-то происходят, какие-то удушения, еб**ые, я просто не особо. Извинись, перед кем? Перед собакой? Там просто она реально звучала так, как будто Кнопа лает. Тушили, короче, кого-то. Ну, у них приколы свои, знаете, из-за того, что... Кнопа, Кнопа, извини меня, это, оказывается, не ты лаешь. Они очень богаты, им очень сильно скучно жить. У нас примерно такая же история, соответственно, каждый... Она меня чё быканул? Я на тебя не быковал. Я спросил, вы меня обманываете или нет? Для, сука, чего вы мне опять виноватым делаете, женщины? Есть в этой семье какие-то претензии к друг другу на фоне ревности или зависти, ну, вы понимаете, короче. Это, кстати, я понимаю, что датный детектив. Обычный вечер, все готовятся к ужину, показываем основной зал со стороны, который спешно накрывает подданные. Мимо камеры проходит человек в строгом чёрном костюме. По другому плану мы понимаем, что это пришёл дворецкий, он идёт к фортепиано. Я хотел рояль, но лучше фортепиано. Открывает крышку и начинает играть, собственно, ту самую мелодию из этой песни, да? Показываем, в общем, чем занимается семья, пока там накрывает на ужин. Там, допустим, дочь старшая расчёсывает волосы, кто-то чем-то занимается. Дворецкий играет. В это время зритель знакомится с младшим сыном. Он закрывает кран, смотрит на своё отражение, собирается мыслями, будто готовится к чему-то. Подумав, он собирается и идёт к столу. Дворецкий уже вовсю играет на фортепиано, да, эта мелодия, и под эту музыку, на какой-нибудь там около грубой нарезкой, да, мы видим, как все члены семьи начинают потихонечку подходить и садиться за стол. В это время одна из прислуг стоит возле подноса со стаканами, да, смотрит на один из них из внутреннего кармана. Она отравит, она отравит, я вам говорю, она отравит. Она, боже мой, достаёт пузырёк с как... Блядь, я так и знал! Какой-то, с каким-то белым веществом, условно, да, открывает его и высыпывает все содержимое в один из стаканов. Белая в стакан? Это про меня клип или чё? Берёт поднос и идёт подавать напитки. Первый за стол садится, ну, допустим, мать семьи, да. Дворецкий смотрит на неё через отражение, ну, как видите, уже фортепиано, тут кусочек, да, через отражение. Так и было, чат, я честно говорю, так и было. Они получают этой крышки налакированные, видят её сзади. Она это замечает и отворачивается, как будто, ну, чего-то испугалась. Ну, мы сразу, сразу понимаем, что у них есть какая-то интрижка, да, что-то между ними неспокойно, ребята. Ну, и, допустим, в это время, там, за стол садится отец и младший сын. Глава семейства в хорошем настроении садится, закуривает, там, сигару, труху, неважно, с кем-то очень оживлённо общается и ждёт, когда, собственно, подадут ужин. Кадр переключается на младшего сына, и мы видим, что он всё это время смотрит на отца. Его глаза заполнены гневом. Ещё хотел я, кстати, снять так, чтобы он смотрел на него через огонь свечи, который стоит на столе, чтобы, ну, подчеркнуть, знаете, вот этот движух. Ну, и так уже пафос я накидываю, ну, вы поняли, чтобы он через свечу, через огонь на него смотрел. Чтобы зритель понимал, что между ними всё неспокойно. Младший сын имеет какие-то к нему претензии. Короче, я не буду засчитывать все вот эти предлоги, да, по которым мы должны понять, почему они друг друга, там, ненавидят. Потому что в этом сейчас, на этом этапе, когда я сейчас вам рассказываю, в этом смысла никакого. Но важно, что я вот эти два момента рассказал. Я хотел показать, что каждый член семьи к друг другу имеет какие-то претензии. Кто-то с кем-то, не знаю, переспал, а это его женщина, и он теперь его ненавидит. Бля, я... Чероче, поняли, хаос в семье происходит. И все друг друга ненавидят настолько, что уже, сами знаете, кто-то готов кого-то отравить, еще что-то. Единственное, кстати, чем, что хочу подметить, ну, на этом этапе, что у младшего сына, который смотрит на отца, у него с собой ствол какой-нибудь, знаете, такой. Как у Джека Воробья такой, который пулями круглыми стреляет, и он держит его под столом и готовится выстрелить. Начинается ужин, все сидят молча, тут должно быть такое напряжение. Зритель должен... Тут уже напряжение, они, короче, в конце всех перережут. Один отравит другого, другой задушит другого, другой порежет друг друга в ГТРП. Он понимает, что сейчас вот-вот что-то случится. Собственно, идет разгон. Начинается месиво. Все начинают жестко друг друга гасить. Пошли. О-о-о! Началось месиво прям. Знаете, такое анимешное месиво я хотел. Тарантинское, знаете, с кровищей, чтобы все задыхались. Кто-то кого-то, кто-то кого-то... Так это уже похоже, ну, почти что на клип. Я так подумал, вот если нормально понарезать вот все эти кадры, поставить под песню, ну, где-то дополнить дополнительно, это уже будет клипешник. Ножом ударил в горло, он лежит задыхается, фонтанирует, знаете, чтобы прям максимально эффектная сцена была. Заканчивается припев. Зрителю показывает зал общим планом. Все мертвы. Кто-то лежит в крови, да, кто-то отравленный. Нет, не может быть такого, чтобы все были мертвы. Кто-то один 100% должен выжить по сценарию и встать и уйти в закат. Так всегда поработает. Лежит там, может быть, додыхает свои последние секунды. Можно показать каждого крупняком по отдельности, да, как он лежит. И план переключается снова на общий план, но только со спины того самого ребенка девятилетнего. И это он всех убил! Которая опоздала, она же, девчонка, мы решили. Опоздала на ужин, б***ь, она стоит в дверях, значит, у этого зала с каким-нибудь мишком в руке и видит вот этот весь кошмар, который только что на ее глазах произошел. По щеке прокатывается очередная слеза, которая падает на пол в небольшую лужицу. Фу, как я это писал, конечно, не могу. Вы поняли, слеза падает в лужу, чтобы было понятно, что она там не первую минуту стоит, что она все это видела абсолютно с самого начала. И тут происходит магия. Сразу из них вылезают души, и это становится счастливая семья. Говорю, что здесь сырой момент, здесь не додумано, но сейчас буду просто накидывать. Например, пускай будет реверсированная какая-нибудь съемка, ну, реверсированные действия, знаете. Ну, допустим, та же самая слеза девчонки девятилетней, которая упала на пол, возвращается из этой лужи обратно ей в щеку. А-а-а, понял, откат времени. Бабах, не знаю, там дворецкий, который лежал на полу, задыхался, начинает сцениться обратно за фортепиано. У того, у кого кровь фонтанировала, да, из шеи она там, не знаю, собирается обратно. Вы понимаете, пуля из отца вылетает. И, в общем, все возвращается обратно. Общий план есть, но мы видим, как вбитая посуда, вот это все собирается в единый, да, возвращается. Ладно, плохо, плохо подготовился, извините, не угадал. На стол практически весь второй куплет, весь практически, все перематывается обратно. Когда все оживают, реверс, да, вот этот наш условный, он прекращается, да, и люди в шоке смотрят на друг друга. То есть они как бы осознают, что сейчас произошло, что-то неведомое, просто мы не дописали этот момент, вернуло их обратно к жизни, дало второй шанс, так скажем. Все пытаются понять, что произошло, кто-то рассматривает, да, себя, пытаясь найти, там, пулевое или ножевое ранение, но ничего нету, все вернулось. Пошел разгон, второй куплет у нас начинает заканчиваться, идет разгон на второй, соответственно, припев. Мы видим, что семейка начинает понемногу отходить от шока и снова вспоминать все свои обиды, из-за которых все, собственно, и началось. Все начинают снова переглядываться, сначала испуганно, но потом примерно так же, как в начале песни, да, перед этим самым ужином. Все начинают вспоминать снова свои... Это день сурка, это день сурка, это день сурка. А обиды. Кто-то начинает аккуратно подходить к столу, да, брать оттуда нож, кто-то там, не знаю, брать тот же пистолет, перезаряжать, то есть все готовятся, сделают все то же самое, что они делали только что. Максимально напряженная сцена, что же произойдет на втором припеве. И как вы поняли, второй припев, все снова срываются друг на друга. Ну, естественно, ребенка мы в живых оставим, она-то при чем, вот. А остальные просто гасят друг друга абсолютно так же. Ну, может быть, не такими же действиями, а просто другими, что под руку попалось, кто-то, может быть, там, не знаю, колонну берет по голове, мочит. Все снова, блядь, интересно, а будет в конце, типа, знаете, вот такая мораль, что из-за того, что девочка вот эта маленькая постоянно смотрела на них, если в начале она была такая грустная и было жалко всех, то в конце она станет тоже зло на них. И она будет не плакать, а тоже злиться, что их, хотите их убить. Запи***чивать друг друга насмерть. Концовка у меня не добита в этом плане, и она, наверное, не особо влияет на этот сюжет, на смысл, да? Клип мне не особо понравился, чтобы я столько денег вбухивал в это... Мужик, вот просто анимации вот так выложи, это уже будет заебись. В этот клип, поэтому концовку я даже не дописывал еще тогда. Ну, не знаю, допустим, мы хотели еще зал, где находятся наши персонажи, он находится под большим стеклянным куполом, да? И мы видим оттуда луну, потому что песня под луной. Ну, в общем, когда это все происходит, луна, допустим, ярче светит или красным светом, ну, понимаете, как-то с этим закручено, и концовку можно, чтобы опять кровища, люди лежат, и камера переходит на нашу луну, значит. Вот такой клип у нас получился. Ну, как получился? Такой клип задумывался, я думаю, теперь вы понимаете, почему я его не доснял, по разным причинам. Но сейчас... Я не понял, по каким причинам анимацию сделать, вот реально под эту песню какую-то заебись будет. Сейчас, я думаю, мы его экранизировали. Это было интересно хотя бы послушать. Поэтому напишите в комментариях, как вам идея эта, и хотели бы вы посмотреть такой клип полностью. Тогда... Не, ну, хороший, хороший видос, хороший видос, хороший видос. Собаками меня, конечно, вначале надурили жесть. Ой. Они что, собрали все... Подожди, они собрали все моменты? И замедлили их? Ле, подожди. Че, реально? А там, по словам, и хватит моментов? Да, он заперляет иногда, я вижу, вроде как. И ща, 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 ща дроп. Чач. Я охеренно ставил. Это вторые ёлки, все правильно. Ну, слушай, реально неплохо. Ну, я не знаю, как бы хватит еще видеоряда на следующую часть. Сейчас ревью разложат, вроде как быть, да? Опа. Пошло. Я гений. Ну, там дальше будет так же, да, все? Должно быть повторение. А, не, не будет повторения, слышите? Я шал гений. Ля, чувак, гений. Думал, не хватит видеоряда, на самом деле, на то, чтобы целый клип закинуть. Ну, это, кстати, смотрится нормально. Ля, гений, гений, г-гений, г-г-гений.